Поскольку самого решения сюда нету, но мотивы, обоснования, они следующие. И как бы причина, и история. Вы знаете, что вот эти учетно-квотные все дела в охотничьем хозяйстве, они регулируются, грубо говоря, четырьмя приказами Минприроды. То есть, если по хронологии это приказ, я не буду там, так сказать, реквизиты говорить. Кто в тени, он понимает, знает. Ну вот, в 2010 году было два приказа, 228 и 344, затем в 2011 году 963. Я могу, может быть, где-то ошибиться, может быть, в номерах. В 2011 году был этот приказ, 963, и в 2012 году приказ номер один, методические указания, вы знаете, что вот фактически они дали толчок отмены, скажем так, прежних методик, ЗМУ. Ну не отмены, а как бы получается, не применение. И в Российской Федерации, в принципе, все перешли пользователи на вот эту методику номер один. Методические указания и по ней, и вот со всеми этими, так сказать, нюансами, которые там прописаны. То есть, вот эти все за 300 километров, там несколько раз, значит, там объединятся, разъединятся. Все эти интервалы, которые нужно в первый-второй день учетов соблюдать было, временные. Ну и много-много другое, я, честно говоря, вот эти методические указания сами по себе не студировал процедуру. Ну суть это. То есть, они, значит, идентифицировались как документ, который необходим, необходимо соблюсти для того, чтобы установить в дальнейшем квоты. Вот это был лейтмотив, что вот, если вы не сделаете по методике, то, значит, получается, что квот вам не видать. И все, в принципе, фобии возникли, и, в принципе, все его выполняли. Хотя всем было ясно, что это методика для органов власти, субъектов Российской Федерации, которым из бюджета переданы полномочия. Из бюджета, точнее, деньги и полномочия переданы на осуществление, вот, исполнение этих указаний путем, в том числе, зимнего маршрутного учета, как бы, как части мониторинга. И вот с 12-го года 6 лет, как бы, практически все в Российской Федерации этим занимались. Но я знаю достоверно, что Ивановская область игнорировала это. Там проводили учеты по приказу 58. Вы знаете, был такой приказ 58-й, там он не зарегистрирован, вроде бы, был там. Ну такой, как бы, ненормативный, скажем так. Но Ивановская область, охотпользователи проводили по этому приказу, и у них квоты выдавались. Значит, а остальные, может быть, кто-то еще это по другим методикам делал. Тем более, этот приказ, который я говорил, 963-й, 11-го года, он в такую норму содержал, что даже если нет методик, то можно вообще по научным подходам это делать. Вот. Что случилось конкретно, вот, по конкретному делу? Значит, Магадане, охотпользователь Магаданской области, он по этой методике сделал учет, сдал ведомости. Ну, как мы и делаем каждый год. Ему ведомости забраковали. Написали, что между первым и вторым днем, значит, первый день, как бы, затирочный, а второй день учетный, вот, между этими, как бы, периодами должно быть, ну, я не помню точно, но, по-моему, 20-28 часов. То есть, вот, в эти временные рамки надо попадать, чтобы исполнить эту инструкцию, это указание. Они не попали, там, получилось у них, там, 29 часов, или 19, наоборот, сейчас не суть, но главное, что они вот в эту рамку, в эти рамки временные, они, как бы, не попали. Им, значит, значит, соответственно, забраковали учеты Соболя, учеты Северного Оленя и учеты ГОСА. Вот, значит, соответственно, в дальнейшем все эти, значит, общественные слушания, государственная экологическая экспертиза, согласование с этим, с Минприродой России, вот этих проектов, вот, значит, оно прошло, соответственно, без квот для этого пользователя. У него, в последующем губернатор утвердил, вот и ноль. То есть, стоит организация Соболь, квота ноль, организация Северная Олень, квота ноль, ну и лось, квота ноль, так. Значит, квота ноль, они начали обжаловать в областном суде, что указ губернатора противоречит, значит, нормативным актам больше юридической силы, потому что, как бы, они считали, что не было оснований для неустановления квот. Вот, значит, они проиграли областной суд, то есть, департамент охот, департамент Магаданской области, природоохранная прокуратура Магаданская, областная прокуратура Магаданская, ну, и, соответственно, структуры губернаторские, они выступили на суде, так и не дивным фронтом, все правильно, вы указание не выполнили, поэтому вам квот не видать. Значит, и приводили аргументацию, административный естеств приводил аргументацию, что мы же государственный мониторинг сдали, а вы знаете, что вот я назвал вам сначала приказы 344 и 228, фактически в этих документах две обязанности на нас возложены, на пользователей. Первая обязанность, это 1 апреля сдать мониторинг, и вторая обязанность, 15 апреля, сдать заявку на квот. Других обязанностей нету, до свидания, так сказать. Судья областная сказала, что процедура мониторинга, как бы, связала это с приказом номер один, 20 с лишним листов воды вот этой, вот такой, вот такой воды, вот если это почитать, скажешь, что ты дурак, сам подумаешь, что, ё-моё, как вот, как можно вот так вот выкрутить, причём прямые нормы, прямого действия, можно так перелопатить, что думаешь, что ты, как бы, необразованный, когда читаешь это решение в основном суде. Ну, тем не менее, я, значит, попросил ассоциации, я написал апелляционную жалобу в Верховный суд. И я вот принял именно эту концепцию, что первое, значит, мы обязанности, установленные законодательством, исполнили, и самое главное, что есть основания для невыдачи квотов, это их три. Отсутствие заявки, отсутствие данной численности, и, по-моему, третье, это если численность там меньше единицы, по какому-то виду. То есть, такой перечень исчерпывающий. И вот такая, вот такая, вот там 20 с лишним листов, у меня вот такая жалоба. Вот такая маленькая. Значит, и, значит, в конце этой жалобе написано, что методические указания номер один не являются правовым основанием для установления, особенно для неустановления квотов, для конкретного паха пользователя, потому что полномочия, как я говорил, переданы, это занимается, так сказать, вот, орган власти на местах, в субъектах. И самое интересное, вот, с моей точки зрения, практической, юридической, как вот происходила ломка в Верховном Суде, я это вот четко увидел, и, в принципе, можно сказать первый раз, что Генеральная прокуратура в лице прокурора Генеральной прокуратуры и сама коллегия судебная, которые были настроены 100% против, потом в процессе, по разным посленным признакам, вот они перестроились как-то так, и даже прокурорша попросила объявить перерыв, чтобы переписать заключение. Она так и сказала, я прошу перерыв, предоставить мне 10 минут, я перепишу заключение. Он говорит, я вам 20 даю, судья областного суда. Председатель, листующий был... Судья не областного суда, наверное, да? Судья Верховного. Верховного, да, Верховного. Хоменков, председатель, листующий был, а этих, не знаю, женщин и мужчин, докладывала женщин. Значит, судья Верховного суда, женщина, она четко стояла на позиции областного судьи и говорила как раз вот этот момент, что мониторинг мониторингом, но вы, поскольку вы по этой методике, по этой методичке указание номер один сделали, вы, значит, согласились, что вы обязаны делать учеты. Вот, значит, вы сделали эти учеты, но с ошибками. Поэтому квот нет. Вот, я ей начал объяснять, я не буду, как бы, все рассказывать, но я ей стал объяснять, что правовые последствия, это, как бы, все равно должны быть четкие и прописаны. То есть, какие основания все-таки не давать мне квоты? Я ведь мониторинг-то сдал, моя численность-то прошла. Я говорю, вот вы сейчас занимаете такую позицию, как мы должны были сделать, какие мы обязанности, не исполнили ли какие-то у нас ошибочки там и так далее, запятыхнет и прочее. А почему вы не спрашиваете, что госорган, который обязан доказывать, да, обязан доказывать законность своего отказа, вы у них почему не спрашиваете их ошибки? Я говорю, давайте вот один пример приведем. Мониторинг вы сдали, его кто-то, мы сдали, вы его кто-то оспорил? Кто оспорил наш мониторинг на первое открытие? Тишина. Кто оспорил нашу заявку на 15 апреля? Никто. Вы извините, давайте на весы положим тогда вот наши исполненные обязанности по приказам и наша, так сказать, отчетность, и вот ваши вот эти методические, которые к нам, в принципе, отношения-то не имели. Значит, судья, мужчина, непредседательщик, он говорит, у меня есть вопросы. Вы считаете, что мониторинг по методике номер один должны проводить органы власти ежегодно, да? Вы считаете, что вот этот учет по методике номер один может быть применен как контролирующий учет государственный за вашими учетами, да? Да, берет из песни, вам дали деньги, так работайте и контролируйте нас, вашим мониторингом контролируйте нас. Вот вы написали в своих учетах, там, с Куматов методику сделал, кто-то еще сделал, вот вы сделали по ним, да? Мы бы их проверили, там, они не совпадают, или совпадают, или там, больше, меньше. Вот это, значит, произошло. Потом генеральная прокурорша из генеральной прокуратуры, значит, офицер, это прокурор, она задала вопрос другого плана. Говорит, а вот есть материалы дела, приказ оход департамента Магадана, Магаданской области, о том, что вы обязаны эти учеты делать. Я говорю, он ничтожный. То есть орган власти не может, переданное ему полномочия, передавать властно или рекомендательно кому-либо. Причем без денег. Ему-то дали деньги, да? А он их, получается, перекинул дальше. Это как? Я говорю, значит, я считаю, что его нельзя признавать документом, который доказывает законность отказа в установлении кворка. Ну и вот я уже сказал, что прокурор попросила время, она вышла и сказала, я считаю решение Магаданского властного суда незаконным, организация своей обязанности выполнила две методические указания основанием для установления квот или отказа в установлении. Она, то есть, повторила фактически это же. Не является коллегией, ушла. Вышла коллегия, и вот эта женщина читает результивную часть, признает решение законным, ей председатель говорит, незаконным. Она говорит, о, незаконным. То есть, понимаете, то есть... Готовый документ. Да, вот, значит, признать указ губернатора об установлении код, значит, добычи лосей, северных оленей, там, таким-то, он говорит, соболеющим. Я такого не видел еще, чтобы председатель, председатель в Верховном суде говорил своей коллеге, значит, вот такие, как бы, нюансы. Вот, то есть, вот это магаданское дело, вот этот, я считаю, оно такое для охотресурсников, и вообще всех, как бы, пользователей, оно такое, как бы, общее. И вот эти затраты, вот эти обязанности, такие непростые, так сказать, навигаторы, и снегоход, и человека дни, и прочее, ну, все это все знаете. Они, как бы, конечно, очень сильно по экономике охотничьих хозяйств били. Вот, сейчас, я надеюсь, получим текст и почитаю, от любой может познакомиться, потому что Верховный суд признал указ губернатора Магаданской области незаконным вот, вот, в отказе в установлении код вот этих животных. Вот, посмотрим мотивировку, но, вот, суть, как бы, доводы, то есть, они жалобу-то удовлетворили, поэтому, если там это будет, как бы, вписано, ну, я думаю, это сменит, вот, этот вектор, и вот эти все методики, в том числе научные наши, Лужковские, там, других сотрудников, они уже, как бы, другой жизнью заживут, как бы, и обоснованно будут применяться на практике. Так, все у вас, да? Да. Так, вопросы, пожалуйста, Николай Савченко. Вторая часть решения Верховного суда, то есть, признать указ губернатора незаконным, а вторая это удовлетворить требования, то есть... Не, не так. Решение Магаданского суда отменить, принять новое решение. Признать указ губернатора, ну, в части, соответственно, признать, там, пункт 43, приложение 2, там, но я не говорю это, значит, признать указ губернатора в части вот этого пользователя по неустановлению вот добычных соболей, северных оленей и лосей, не действующим с момента вступления решения суда в законную суда. А вы знаете, что лимитирование и квотирование, оно годовое. То есть, с августа по август получается. То есть, вопрос восстановления права, я думал, что возникнет, но он не возник. Они могли сказать, что, главную, куда сейчас соболя, да, там, лоси и олени. Ну, я вот нашел противоядие, во всяком случае, по копытным, что 23-й пункт правил охоты говорит, что регулирование, например, численности круглых год. То есть, теоретически, я могу попросить на регулирование лосей северных оленей. Ну, там, основания, конечно, должны быть. По соболю, конечно, не знаю, там, что сказать. Ну, а этот вопрос не возникло. Так, еще вопросы, пожалуйста. Значит, у меня, Владимир Борисович, вопрос. Как Вы предполагаете последствия будущего, уже опубликованного или вступившего в силу полного заключения Верховного Суда? Как это может повлиять на практику ход пользователей в стране? Ну, я вот сюда призывал, ну, просто, как бы, сам у него не связывался, потому что, все-таки, квотирование, это, если мы потеряем, да, там, будут все сидеть, будем судиться, так бы, да, вот. Это я понимаю, по-человечески, как бы, это все понятно. Вот, и на этом страхе-то, и никто шесть лет так сильно-то и не бился. Ну, поскольку это произошло, и вот организация это сделала, я считаю, что, я всегда говорил, что те обязанности, которые не возложены на нас, значит, мы их выполнять не должны. И вот, когда мы заключали соглашение охотхозяйственное на 50 лет почти, я тоже говорил, что вот эти условия соглашения, особенно кабальные какие-то элементы. Вот, да, их надо протокол разногласий и биться за каждое, потому что, все-таки, 50 лет, то есть, 50 лет мы на крючке, завтра придет сегодня Чемоданов, завтра Албегова, послезавтра Иванов, Петров, Сидоров, и они, вот, по вот этим вот вещам, там, написано вообще у нас, патрулировать хозяйство каждый день. То есть, нам надо тогда... И то, что прописано на соглашении, они еще пытаются расширить это? Да, то есть, 13 базовых обязанностей в примерной форме охотхозяйственного соглашения пишут 40 и больше. Три раза и больше раз пишут обязанностей. На каком основании? Ну, это я так, так сказать, в сторону ушли мы, но суть-то эта. То есть, надо биться за каждое, а раз мы не бьемся, нам навязывают, мы выполняем. И за то, что мы выполняем их функцию, нас еще наказывают. Понимаете? Это вообще, как... Так, еще вопросы, пожалуйста. Да, прошу вас, Александр Владимирович, скажите, пожалуйста, вот, ваше мнение. Сейчас действует рабочая группа по совершенствованию охотничьего законодательства, состоящих из сенаторов и депутатов. По 10 человек, да? Вот. И они подготовили, ну, целый пакет всяких поправок по разным направлениям. И, насколько я понимаю, вопросы квадирования, лимитирования учетов, это все тоже в их поле зрения находится. То есть, там они тоже хотят что-то поменять, по крайней мере, это озвучивается. Вот. И, ну, группа действует в таком довольно, на мой взгляд, закрытом режиме. То есть, они там сами с усами, с адресовой наукой особо не советоваться, как я понимаю, не хотят. Ну, во всяком случае, с какими-либо запросами, насколько мне известно, практически не обращаются. Вот. Как вы оцениваете, вот, сложившееся вот это судебное дело, о котором вы рассказываете, оно тоже может попасть в поле зрения этой рабочей группы, ну, вероятно, я так полагаю. И нету ли тут опасности, что они скажут, ага, ну, как бы, чего-то тут не то, как-то охотоведы взяли свою линию, значит, в этом плане прогнули. И не стоит ли ужесточить, пока мы отработаем, и прописать четко, что, значит, действительно, мы должны придерживаться методик и так далее. Ну, то есть, пойти немножко в противоположную сторону. Как бы, как бы, как бы, в обратную отыграть, то есть, сейчас вот результат такой достигнут, на мой взгляд, хороший, но с учетом действия рабочей группы, вот, алгоритма принятия именно решений, такого замкнутого, как они действуют, не предполагаете ли, что они могут в обратную сторону начать действовать, учитывая вот это вот решение? Как в Российской Федерации все делается именем Российской Федерации. Как только, как только, я вот, коротко скажу, потому что это не по теме, но, коротко скажу, как только находится умная организация или гражданин, которые разбивают все судебные инстанции и доходят до Верховного Суда, и которые вынуждены отменить, например, нежестоящие решения, да, то они делают финт ушами. Вот такое. Сидит Президиум Верховного Суда, самый, ну, после пленума, самый такой высший, да, как бы орган, и говорит, да, все незаконно. Ну и что? А мы давайте обратимся в Конституционный суд и проверим конституционность вот этой нормы, на которой гражданин или организация умные ссылаются. Как? Защиту себя, да? И Конституционный суд, вы знаете наш Конституционный суд. Вот. Все, что хочет, чтобы осмотреть. Он пишет, что это статья не Конституционная. Президиум Верховного Суда говорит, гражданин свободен. Все. То есть, вся политика законотворчества в Российской Федерации, она именно такая. Как только есть белое пятно, оно сразу будет заполнено законом. Подписанным. Как только есть умные гражданины организации, они сразу станут дураками, потому что их обложат десятью федеральными законами, вот такими, что вот в этой, так сказать, ну, в общем, правды там не найти. И все законно. Все нормально. Это политика федеральная. И все это знают. Поэтому, как рабочая группа сработает, это не ко мне вопрос. Она сработает, скорее всего, она сработает именно так. То есть, ага, у вас есть, как бы, вот эти, так сказать, нюансы. Фактически-то ничего не изменилось. Законодательство ведь не поменялось. Оно как не обязывало нас по методике номер один работать так. Не обязывало нас. Оно как обязывало нас делать две эти обязанности, которые мы делаем. Так и делаем. То есть, ничего-то не изменилось. Просто Верховный суд констатировал это. Мы это все говорим, вот он, 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 говорим. То же самое у нас не слышат. Ну, сейчас сказал уже Верховный суд. Может, сейчас услышат. И мы сейчас с полным правом можем их послать. И не делать. Уже, как бы, на, ну, с учетом вот этого решения. Или рабочая группа сделает наоборот. Да, ну, или они сделают. Что нам не видно. У нас, если собак, сами знаете, нельзя притравливать, тогда это вообще дно. Это дно. О чем говорим? Так, еще вопросы? Первое, спасибо за поздравление. Второе, мне кажется, все проще. Значит, в этом деле, в чем, как бы, эта информация и ее, может быть, нужность и этого решения. Фактически, это дало дорогу аннулированию методики номер один. В том плане, что мы были привязаны все к ней, а остальные альтернативные методики и научные подходы не применяются. Вот, вот здесь произошел разгрупп этого узла. То есть, сейчас, да, зеленый свет этим методикам, и нам не надо спрашивать разрешение у кого-то, или, так сказать, поощрение чего-то, или каких-то политических решений, как говорили, да, для применения этих научных подходов. Есть приказ, я уже сказал, 963. Там это написано. Применяются методики, либо научные подходы. Зачем еще что-то? Нам ничего не надо. У нас есть три приказа. 963.228.344. Вперед, естественно. Там все написано, никаких проблем нет. Поэтому вашу методику надо ее применять. Она будет основой для госмониторинга к 1 апреля, и мы не должны сдавать уже эти ведомости. Мы не должны звонить Албеговой, что мы пересекли 5 лосей или 10 кабанов. Понимаете? То есть, любые наши методики, любые наши... Я даже на Верховном суде сказал, что, извините, я вообще могу опросным методом это сделать. Я могу попросить охотников по сравнению с прошлым годом сказать мне, средне много или мало волосей. И это тоже методика. Поэтому какие проблемы? Не надо никого ничего спрашивать. Вперед из песней. Мы подаем 1 апреля нашу, так сказать, отчет по государственному мониторингу. Указываем численность животных, которые мы выявили на основании 10 наших подходов и 10 методик. Ничего не надо. Министру можно... Министру я согласен с тем, что писать обязательно надо, тем более мы федеральное учреждение охотничьи. Безусловно, эту позицию надо показывать. Что это не решалось. Это было, но это не решалось. Поэтому вы хотя бы примите изменения в приказ, что что-то может быть усилий. Хотя это все есть сейчас, как я уже сказал. Поэтому, повторюсь, ничего нового не произошло. Просто закреплено решение Верховного Суда. Мы еще его подсчитаем, безусловно. Закреплено как раз вот этот мотив. Что много методичных. Вот. Нужно ли это? Вопрос попутный. Нужна ли единая методика? Ну вот, приказе на природную зло нет. По сути дела ведь она нужна. Не знаю. Для чего нужны методики эти? Для того, чтобы сопоставлять на разных территориях. Может, хоть анкеты вот взять там много, среднее, мало. В разных регионах по-разному. И разные методики будут давать. Разные учеты, естественно. И разную численность экстраполяцию проводить будем. Это научный вопрос. Я-то как сейчас юридическое. Не, я проявляю. Там есть нюансы. Решайте их. Нет вопросов. Еще короткое замечание. То есть вот ЗМУ, когда на чем-то знали, на единство? Владимир Борисович, вы, значит, зацепили вопрос ЗМУ. Но, допустим, вот есть регионы, где Калининградская область. Они ЗМУ не проводят. У них молодой губернатор. Которому получается, что все можно. Волевым решением отменяется охота. И он не утверждает лимит для лося и для благородного лени. Когда охотпользователи пришли и начали возражать на каких-то совещаниях, был все-таки утвержден лимит по лося. Но на благородного лени охота была закрыта. Были проведены какие-то учеты. Не знаю какие, но квоты какие-то были обоснованы. Просто губернатор своим волевым решением отменил охоту. То есть здесь не касается методики учета. Здесь касается поведения и решения, и, как это, как у нас в статье с Андреем, дискреция или произвол. У нас предмет нашего совещания или другой. Но получается, что... Получаем информацию. Получается, что... Получается, что... ЗМУ-то этих вопросов, в смысле, этот вопрос... Это ничего не устраняет. Как вы сказали, правильно ситуацию вообще не меняется. У меня один ответ. У меня один ответ. Вы поставили на место. Поставили на место. А у нас суд-то не ходит. Поэтому губернатор... А, я вот, кстати, уважаемый... Одну минуту, Бубай, Александр. Сейчас у меня есть наухал. Я не хотел о нем говорить, но вам скажу. Любой судья, любой прокурор, любой работник Министерства Убеговского, кого угодно, кто виновен, был в издании каких-то подсоконных, законных и любых актов, будет отвечать, если я участвовал в этом деле. Я это начал уже. И, значит, по Нижегородской области я проиграл все суды. По части 3 статьи 8.37. В том числе проиграл и в Нижегородском областном суде, где был судья Кутрия. Некто. Кутрия. Такая фамилия. Высокий, двухметровый молодой судья. Загорелый, кучерявый. Который я увидел и подумал, что он сейчас осуществит правосудие. Ну, он, значит, сразу посадил нас на место. И сказал, ко мне не подходить. Сидеть, стоять и так далее. Вот. Значит, я это дело выиграл в Верховном суде. Все отменили за отсутствием состава. Я написал на него жалобу. Который коллеги судья. Что он не только незаконное решение принимает, но и ведет себя. Не по статусу. Мне пришел ответ. Проведено расследование служебное. Мои доводы, мои жалобы не подтвердились. Ну, а как они подтвердились? Я же запись-то не послал, да? Но! Его вызвали, этого Кудрю, на это спецсовещание, и его спрашивали об этом. Вот эта волна новая, и она такая должна быть. По Магадану будет то же самое. Все поименно, кто участвовал в этой провокации, назовем ее, да, по квотам ноль, они будут нести ответственность. Я напишу прокурору Магаданской области, что ваша сотрудница Кучанова, которая присутствовала в заседании областного суда, потом писала возражение Верховный суд, не только исказила закон, а вообще, вот этот правопорядок предусмотрен в законном прокуратуре, она его не видит, она вообще не квалифицирована, ее надо просто уволить. Ну, писать буду не... Я писать буду, но будет подписывать потерпевший. Кто? Организация, руководитель. Но именно вот это нау-хау надо делать, и тогда будет порядок. Тогда вот эти единицы будут думать об ответственности. А он не пострадал. Штрафа ему нету, его не уволили, но вот представьте себе, вот сейчас мы на этом совещании берем там, обсуждаем меня, что я что-то сделал там неправильно, да, ничего мне не сделали, пожурили, да, мы разошлись и все. Это просто, да, неприятно, понимаете. Это уже уровень квалификации, поведения и так далее. Это надо делать. А мы это не делаем. А почему мы это не делаем? Фобия. Я делаю. Я говорю, это точечные вещи, их надо наращивать.